Продолжение следует... Продолжение следует... Вы будете присутствовать на этой встрече? Конечно, я буду, потому что это очень важный вопрос для меня, и я сказала уже вчера. Врачи будут настаивать на определении верхней планки нагрузки для врачей и медсестер в стационаре, то есть сколько больных они должны лечить за свою зарплату. Этот вопрос, равно как и плата за работу врачей и резидентов, уже обсуждался в ходе переговоров с Союзом больниц, но договоренность достигнута не была. Я очень надеюсь на то, что с учетом содержательных переговоров, которые у нас были до сих пор, мы достигнем компромисса по зарплате и тем пунктам, которые по договоренности войдут в коллективный договор. Однако камнем преткновения все же станет повышение зарплаты. Врачи и медработники хотят, чтобы это произошло не поэтапно в течение двух лет, а со следующего года в полном объеме. Тем более, что резерв больничной кассы, по утверждению врачей, позволяет это сделать, а налоговые поступления по отчетам премьер-министра в этом году превышают плановые. Однако министр социальных дел придерживается иного мнения. Налогоплательщик, пациент сегодня не может быть готов или не готов платить такую зарплату за один год. И в первую очередь, конечно, мы должны смотреть на касс-бюджет, на налогоплательщиков и на пациентов. И максимальное, что мы можем сделать, это есть то, что в течение двух лет врачи получают этот розсорплат. Завтрашний день обещает и медикам, и пациентам своеобразный момент истины. Или врачи и профсоюз работников здравоохранения договорятся с работодателями, и тогда забастовка прекратится после подписания коллективного договора. Или переговоры зайдут в абсолютный тупик. И перспективы лечения для пациентов останутся очень туманными.